Уважаемые президенты, уважаемые коллеги, современное развитие эндоскопических методик позволяет, и часто проводимые исследования позволяют выявлять злокачественное новообразование желудка и толстой кишки на очень ранних этапах. А развитие новых технологий в эндоскопии позволяет проводить малоинвазивные так называемые эндоскопические операции, которые включают в себя резекцию слизистой оболочки или диссекцию, когда отдаляется слизистая опухоль вместе с подслизистым слоем, на самых ранних этапах рака желудочно-кишечного тракта. Ну, соответственно, в нашем диспансере онкологическом областном Ленинградском имеется за 3 года накоплен опыт проведения таких операций, более 100, и некоторые вопросы, связанные с анестезией, нами изучены и проведены небольшие исследования. Ну, во-первых, как перед любым анестезиологом возникает вопрос, какие, собственно, особенности этих операций. Прежде всего, мы разделили операции на две группы. В целом, это достаточно длительное вмешательство, которое длятся от 2,5 до 5 часов. Естественно, положение больного, как правило, на левом боку достаточно длительное. Мы учитывали, что при этих вмешательствах отсутствует выраженная нотоцептивная импульсация. Понятно, что имеется возможность развития острой дыхательной недостаточности, нарушения проходимости дыхательных путей, особенно если речь идет об операциях на желудке, потому что, естественно, что через загубник в пищевод, в желудок введен эндоскоп. Ну, и аспирация может возникнуть. Ну, естественно, что в любой момент есть возможность развития осложнения, перехода на полостную операцию. Ну, основное осложнение – это перфорация полуоргана, либо кровотечение. Вот, поэтому, конечно, такие вмешательства проводятся при развернутой операционной, при наличии хирургов готовых. Разделили мы больных на две группы, соответственно, задачами – это толстая кишка, диссекции 34 пациента, желудок – 28, из них женщин, мужчин, соответственно, представлено. Средний возраст достаточно пожилые – 65 лет плюс-минус 8,2 года. Естественно, что больные в возрасте старше 70 лет составили 61%. Сопутствующие заболевания, конечно, не радовали, потому что это, как правило, люди пожилые, и зачастую это были те пациенты, которым, возможно, было бы отказано в проведении какой-то большой радикальной операции. Однако, при наличии вот этой ранней стадии, с учетом малоинвазивности, все-таки эндоскопические хирурги брались за такие диссекции. И здесь мы столкнулись с первой большой проблемой, что есть абсолютно несоответствие между степенью анестезиологического и операционного риска, потому что, с точки зрения хирургов, здесь действительно операция, она малоинвазивная, и она не затрагивает никакие жизненно важные органы. Но, тем не менее, с такой сопутствующей патологией и вот с такой степенью риска нам пришлось столкнуться. В основном, видите, это были больные с третьей-четвертой степенью риска, достаточно тяжелые. Значит, чем обусловлен был выбор метода анестезии? При операциях на желудке мы все-таки склонились к эндотрахиальному методу анестезии, потому что требовалось, конечно, обеспечение адекватного газообмена, ограниченный во время операции доступ к анестезиологу к дыхательным путям, делал очень высокий риск нарушения проходимости дыхательных путей, развития острой дыхательной недостаточности. К тому же еще необходима была хорошая защита дыхательных путей от секрета из ротовой полости. С учетом того, что желудок еще постоянно раздувается газом при эндоскопической операции. Ну, а при операциях на толстой кишке мы остановились на методе сохранения самостоятельного дыхания, конечно, при проведении полного мониторинга операционного. Здесь мы пошли по пути такого минимального анестезиологического обеспечения с учетом вот этой мало-аноцептивной импульсации и склонились в пользу все-таки пропофола. Операции на желудке таким образом проводились, анестезия была примерно по такой схеме, то есть это комбинированная анестезия, использовали мы для индукции пропофол, основной анестетик у нас был севаран. Очень небольшие дозы фентанила вводились по 0,1 мл болезн, естественно, перед интубацией вводился фентанил, обычные режимы искусственной вентиляции, релаксация тракриум 0,6 мг на килограмм веса, ну а операции на толстом кишке эндоскопические проводились под внутривенной анестезией пропофолом 2 мг на килограмм, при инсуфляции кислорода через носовой катетер, ну и в процессе операции мы исследовали некоторые показатели, в основном мы остановились на показателе гемодинамики, с учетом того, что эти больные имели сердечно-сосудистые заболевания, нас в основном интересовало влияние этой анестезии на некоторые показатели гемодинамики. Значит, что мы выявили? Среднее артериальное давление снижалось, за 100% у нас был принят показатель, который мы получали перед операционным обследованием больного при осмотре. Когда больной поступал в операционную, естественно, что уровень симпатико-адреналовой реакции как-то себя проявлял, поэтому отмечалось повышение артериального давления незначительное. В дальнейшем после индукции у больных, где мы проводили эндотрахиальный метод анестезии, оно снижалось, причем снижалось значительно выраженнее, чем у больных, у которых мы проводили внутривенную анестезию пропофолом. Ну, вероятно, вот такой сдвиг можно объяснить чем? Во-первых, то, что, наверное, был в премедикации перед индукцией введен фентанил, и, во-вторых, скорость введения пропофола. Вот в предыдущем докладе прозвучало, что у больных с высоким риском осложнений этапы операции должны быть разнесены во времени. Видимо, здесь чисто интуитивно получается, что введение апофола, когда мы все-таки очень хотим сохранить самостоятельное дыхание, мы его больше тетруем, то есть мы вводим медленнее его гораздо и сохраняем самостоятельное дыхание. А когда предстоит интубация, видимо, чисто интуитивно, не всегда этот прием сохраняется. Ну, и в дальнейшем, в общем, можно сказать, что и в той, и в другой группе сохранялся гипокинетический тип кровообращения с помощью тетрополярной импедансной реографии. Реографическая приставка была к компьютеру присоединена. Мы выяснили, что некоторые показатели из графиков представили, что происходит снижение незначительного сердечного индекса, тоже в обоих группах это видно хорошо, и относительно изменения периферического сосудистого сопротивления. Оно, кстати, изменялось довольно выраженно достаточно. И при сопоставлении этих данных мы сделали все-таки вывод, что, во-первых, с внутривенной анестезией пропофолом, если смотреть гемодинамические изменения, очень похоже на севаран. И все же, наверное, вот эти снижения показателей центральной гемодинамики больше связаны с воздействием этих препаратов именно на сосудистый тонус. Потому что все-таки сердечный индекс менялся в меньшей степени. Ну и что еще, конечно, имело место, это развитие умеренной брадикардии. Тем не менее, критичного снижения среднего артериального давления ниже 60 мы не наблюдали ни в одном случае. И, в общем, осложнений, даже с учетом того, что больные имели такие сопутствующие патологии, в принципе, мы не наблюдали. Ну, кислородная функция, несмотря на самостоятельное дыхание, она поддерживалась на нормальных величинах. При искусственной вентиляции легких СО2 тоже мы оценили этот показатель. Время пробуждения после мендотрихиального метода анестезии, конечно, было дольше. Видимо, это понятно, чем при внутривенной анестезии. И то, что касается седации, я не знаю, как здесь правильно сказать. Седация или анестезия, глубина выключения сознания. Но по БИС-эндексу в первой группе он был от 51 до 59, во второй группе 45-50. То есть сознание у больных было полностью утрачено. После операционный период протекал тяжелее, скажем, дискомфорт. Конечно, после эндотрихиальной анестезии несравнимо больше, чем после внутривенной. Здесь, в общем, в таблице это и отражено. Тошнота и рвота имели место при операции на желудке гораздо чаще, чем при операции на кишечнике. Ну, холод, дрожь, озноб, обычно такие осложнения после анестезии тоже были более выражены после операции с использованием искусственной вентиляции легких и миорелаксантов. Значит, таким образом, малоинвазивные эндоскопические оперативные вмешательства на органы желудочно-кишечного тракта действительно сопровождаются низким уровнем нацептивной импульсации, что было видно из основных показателей гемодинамических и общих показателей клинических течений анестезии, что действительно позволяет уменьшить энергетические компоненты анестезиологического обеспечения. Использование как пропофола, так и севофлорана сопровождалось развитием гиподинамического типа кровообращения, что, конечно, нужно учитывать при проведении анестезии у больных сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Спасибо за внимание.